На 31-й неделе беременности жительница столицы Хондос-Кулдеева потеряла ребенка. В случившейся трагедии женщина и ее супруг ввинят врачей городского перинатального центра номер 3. Беременность Хондос-Кулдеевой протекала сложно. Из-за высокого давления она просила медиков сделать кесарево сечение. Но операцию провели спустя 10 дней, когда было уже поздно. Ребенок умер. Подробности этой трагической истории в материале Амира Саминбетова. Справка из морга – это единственное, что напоминает сеть Хондос-Кулдеевой о его новорожденной дочери, которую он так долго ждал. В каком сейчас состоянии его супруга, он не знает. Единственное знает, что она находится под наблюдением врачей. Но это не вселяет уверенности. Мужчина рассказывает, что к беременности супруга готовилась тщательно. Она ходила на обследование каждый день. Было все нормально. То есть вот эти вот анализы, все было хорошо. Потом 14 октября она легла в больницу на обследование. Она сначала пошла на прием и сказали, у вас давление, то есть мы у вас ложим в больницу. После как ее в больницу положили, она там обследовалась. То есть все было нормально. Каждый день ПТГ проверяли, анализы, сердцебиение ребенка. Все было хорошо. Из-за высокого давления состояние здоровья Кундос-Кулдеевой ухудшалось день ото дня. Женщина и ее супруг настаивали на кесарево-сечении. Но врачи уверяли, что в этом нет необходимости. А спустя 10 дней после госпитализации ребенок умер в утробе матери. Я виню их, врачей, так как они могли бы все это сделать хотя бы на 30-й неделе, на 31-й неделе. То есть они до последнего дотягивали, пока ребенок не умер в животе. Я написал заявление в полицию. Я это дело не оставлю. Буду идти до конца. Буду добиваться справедливости, чтобы ответственные понесли наказание. Причем это уже вторая смерть ребенка в семье Кулдеевых. В 2016 году на седьмом месяце у них родился первенец в этом же перинатальном центре. Три месяца врачи боролись за его жизнь, но спасти его таки и не удалось. И они нам объяснили, что у ребенка не раскрылись легкие. Как можно так? Через три месяца у ребенка, чтобы не раскрылись легкие. Ребенок уже 9 месяцев тогда было уже. Но в этот случай это уже второй раз. Я им вчера тоже сказала, говорю, второй раз. И опять же это у вас в этот случай случилось. Или хотя бы 29 недель надо было сделать кесарь. Он у нас родился, второй ребенок, 29 недель. Спустя три года у супругов родился сын. Также на два месяца раньше положенного срока. Тогда роженницу с малышом перенаправили в другую больницу. Там новорожденного выходили и сейчас он ничем не отличается от своих сверстников. Третья беременность в Кундуске не увенчалась успехом. Из-за высокого давления медики настояли на прерывании. К четвертой женщина подошла с особенным трепетом. Каждую неделю ходила в больницу. Под наблюдением врачей была. Там они ей ставили неделю раз доплер. Это давление мерит ребенка, плода внутренней полностью. Все было хорошо. Все документы даже есть. Вот как развивался ребенок с самого начала. Было все хорошо. Развитие у нее хорошее. Легкие раскрылись хорошо. Серик Кулдев считает, что все виновные в этом деле должны понести наказание. И поэтому он намерен бороться до конца. Мужчина уже написал заявление во все правоохранительные органы и в Министерство здравоохранения. Почему врачи вовремя не оказали Хундос Кулдеевой нужную медицинскую помощь? Возможно, тогда удалось бы спасти жизнь ребенку. На эти вопросы мы ждем ответ как от медиков, так и от чиновников профильного ведомства. Команда народного контроля отправила официальное письмо в столичное управление здравоохранения. Надеемся, что ситуацию нам разъяснят очень скоро. Кто же ответит за смерть так и неродившегося ребенка? Накажут ли виновных в этой трагедии? Команда народного контроля следит за развитием событий и приносит соболезнования родным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова